Всех приветствую на своем канале неравнодушных к современным монетам России. Итоги перебора 1500 штук. Монет 1 рубль. 1997 год. Санкт-Петербургский монетный двор. 39 монет. Всего 1997 года. Мешка 5,5%. У питерских 39. Штемпель 1,11. Всегда его больше. Штемпель 1,13. Всего лишь 3 монеты. 1,11,36. Одна монета попалась в достойном состоянии. Естественно, ее оставлю. Штемпельный блеск. Московский монетный двор. 47 монет. Все штемпели 1,12,А. В хорошем сохранении монет не попалась, к сожалению. 1998 год. 5,8% от всего мешка. Санкт-Петербургский монетный двор. 40 монет. На этот раз, как обычно, у питерских штемпель 1,11. Который в 1997 году массовый, более, превышенный, вернее, имеет наибольшее количество, представляет среди монет с СПМД. В 1998 году его уже значительно меньше. 5 монет из 40 и 35 монет. Получается штемпель 1,13. Московский монетный двор. 48 монет. Все штемпели 1,12,А. Простые. 1999 год. Попалось две монеты. Санкт-Петербургская одна. В таком состоянии затертом. И Московская. Тоже в выходном состоянии. 2005 год. 3,5% всего от мешка. Если брать именно год. Питерских 17. Все штемпель А. Московских 34. И попалась одна нечастая монета. Помимо Ашек. 33 монеты. Одна попалась штемпель В. Нечастая. Ну правда состояние конечно составляет желать лучшего. Как говорится. Да. Забыл сказать. Еще в 1998 году. Вот. Московская монетка тоже. Штемпель на блеске. Такой твердый. XF45. Состояние тоже оставлю. Ну естественно. Вэшечку оставлю. Нечастую. 2005 года. 2006 год. 3,8% всего количества. Санкт-Петербургских 19. Штемпель 1.13. Две монетки. Всегда его тоже меньше чем. Штемпель 2. Их 17. И монета в состоянии. В хорошем. Практический. UNC. Такую оставляем конечно. Всегда всем рекомендую. Оставлять монеты в подобном состоянии. В дальнейшем. Даже если не для себя. То можно будет потом куда-то продать кому-то. То что всегда будет интерес к ним. С годами. Их меньше и меньше будет. Московский монетный двор. 39 монет. Все штемпель 1.12. 2007 год. 9% от всего количества. Если брать именно среди погодовки. Санкт-Петербургский монетный двор. 32 монеты. Штемпель 2. 6 монет. Штемпель 3.21. 26 монет. Ну вот есть монеты. В остаточном штемпельном блеске. Может быть что-то оставлю. Они периодически попадаются. Московский монетный двор. 105 монет. Редкого штемпеля не оказалось. Ну. Я если честно говоря. Его еще ни разу не находил. Вот. А штемпели. 3.11. Всего лишь 6 монет. 3.12. 99 монет. Преимущество. Ну я 3.11 монетки все скорее всего отложу. Так же как и 97 года. Вот. Питерские 1.13. Которых мало. И 98.1.11. Питерские тоже. Которых мало. Которых малое количество попадается в принципе. Пускай лежат. В принципе это номинал не такой большой. И есть не просят. Особо не тянет. 2008 год. 7% от всего мешка. Питерских 27 монет. Тоже все пойдут в оборот. В московских 78. Так же штемпели. Разновидностей нет. Все пойдут в оборот. За исключением вот одной московской. Если питерские 2008 года часто попадаются достаточно в таком вот состоянии блеска штемпельного мешкового. То московские пореже. И конечно такие же монеты. Такие монеты следует так же откладывать. Как и другие в принципе немагнитные штемпели. Так далее. 2009 год. Всегда очень интересный. Для любого разновидчика, переборщика, в принципе нумизмата. Который интересуется и пытается разбираться в разновидностях. Ну достаточно всегда есть вероятность того, что удастся, высокая вероятность, удастся найти какую-нибудь нечастую монету, как минимум. А может быть и редкую. 2009 год. И немагнитные. Питерские. Три монеты всего лишь было. Две монеты 321А и одна монета 322В. Московские. 48 монет. Вот они все. С312А 4 монетки. С312В 19 монеток. Ну и вот уже неоднократно попадалось мне нечастая по Сташкину монета С312В. Вот она в единичном экземпляре. Естественно ее оставлю. Хотя в принципе продать ее отдельно там кому-то вряд ли получится, потому что нечастые монеты они потому что нечастые, стоят они особо немного. Сейчас цена упала даже на редкие современные монеты России, за исключением там очень редких. И стоят они немного. С33В тоже 19 монет. В принципе, кроме нечастых, все остальные пойдут в оборот. Браков, расколов, поворотов по немагнитным монетам. Не было. По магнитным, я бы несколько расколчиков было. Ну магнитные монеты я покажу итоги и статистику чуть попозже. Просто времени нет, чтобы все это разложить. Остальные года несколько попозже. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение по данному по вопросу, у кого что попадается, смотрите ли вы на мелочь, приглядываетесь ли к ней, получая сдачу в магазине. Иногда бывает, что перебираешь мешок или два или три с банка, а в магазине дают какой-нибудь интересный год, либо в состоянии хорошее, так мне вот попалось два рубля 2006 года, московского монетного двора, в состоянии практически, ну практически без пробега, так скажем, вот уже на сдачу буквально. За хлебом, как говорится, пошел и монету такую получил, которая сама по себе стоит в таком состоянии значительно больше своего номинала. Ну, кто в теме, тот понимает, о чем я говорю, то что двушки 2006 года, московские, в некоторых регионах вообще практически исчезли, как говорят тоже коллеги, даже в обиходном состоянии. Все, на этом, наверное, пока все. До следующего обзора, скоро будет по магнитным, там тоже есть интересные достаточно находки, ну не такие, какая-то там за миллион рублей, но есть тоже интересные монеты. Всем пока!